Добрый вечер на РБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Кранплаза Уфа. С вами Маргарита Гафарова. Добрый вечер на РБК. При этом только за последние пять месяцев власти республики получили более 900 жалоб на меню в школьных столовых. В связи с этим принято решение ввести с 1 марта обязательные требования представителям общепита. Их обяжут ежедневно публиковать фото обедов, проверять их качество в лабораториях. Кроме того, планируется разработать карту региона, где будут представлены организатор процесса школьного питания, поставщик и производитель продуктов. В Уфе реконструкция улиц Комсомольска и 8 марта завершится к концу ноября текущего года. На сегодняшний день выполняются работы по переустройству всех инженерных коммуникаций. Об этом сегодня сообщили в городской администрации. В мэрии рассказали, что в зимний период необходимо достроить ливневый коллектор, а также вынести высоковольные кабели связи. К маю эти работы будут завершены, чтобы рабочие смогли вплотную приступить к укладке дорожного полотна. Укладку асфальтобетона планируется закончить к концу октября. После этого на улицах начнутся пусколоналадочные работы. В частности, проект предусматривает устройство видеонаблюдения, а также наружное освещение. Ранее сообщалось, что на реконструкцию улиц Комсомольска и 8 марта потратят до 876 миллионов рублей. При этом на второй этап реконструкции будет затрачено порядка 300 миллионов рублей. Экс-начальника отдела администрации Кировского района Уфы Мунира Манапова приговорили к 4 годам лишения свободы условно и назначили штраф в 700 тысяч рублей. Такое решение принял суд Октябрьского района города. Бывшего чиновника признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. И вот по материалам дела в 2014 году он с помощью печатной машинки и оттиска печати муниципалитета подделал распоряжение о предоставлении своим родственникам и знакомым семи земельных участков в деревнях Атаевка, Локотки и Искино. Их общая площадь составила 2 гектара, а стоимость превысила 26 миллионов рублей. Специалист управления Росреестра Республики усомнился в подлинности документов и направил запросы в администрацию Кировского района Уфы. Чтобы избежать разоблачения, подсудимый сам подготовил ответ на запрос и заверил его у руководства. Осужденный полностью признал вину в совершенных преступлениях. От штрафа в 100 тысяч рублей еще за 7 эпизодов служебного подлога он был освобожден в связи с истечением срока давности. В январе жителям Башкортостана выдали более 41 тысячи кредитов. Это на 7% меньше по сравнению с первым месяцем прошлого года. Данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Аналитики связывают это с консервативным подходом банков в розничном кредитовании. Так, наряду с нашим регионом, меньше брать займы стали в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской и Тульской областях. Серьезное снижение наблюдалось в Приморском крае и Тюменской области. Там число выданных потреб кредитов сократилось на 20 и 16% соответственно. В целом по стране выдача займов снизилась более чем на 11%. Отмечу, в третьем квартале прошлого года в республике было выдано 130 тысяч потреб кредитов, что на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В 2021 году на строительство моста через реку Белое направили 195 миллионов рублей из федерального бюджета. Кроме того, ожидается дополнительное финансирование в размере 350 миллионов. Об этом сегодня сообщили в Уфимской администрации. Объект будет введен в эксплуатацию уже в октябре этого года. На сегодняшний день полностью возведены опоры. Продолжается установка металлических конструкций. Также завершено пять этапов надвижки. Сейчас ее общая протяженность составляет 251 метр. Вообще в конце февраля, в начале марта планируем следующий этап надвижки осуществить. То есть мы практически доедем, ну не доедем еще, конечно, до противоположного берега, но уже будем где-то близко. Строящийся объект является уникальным, поскольку длина его пролета составит 150 метров, подчеркнули в столичной мэрии. Кроме того, строительство моста не вызывает никаких проблем у горожан. Отмечу также, что сроки реконструкции развязки на улице Закива-Леди городские власти сократили на два месяца. Таким образом, работы планируется завершить к началу сентября этого года. Его пропускная способность увеличится на 30%. Общая стоимость работ составит порядка 890 миллионов рублей. Четыре компании из Башкортостана вошли в рейтинг лучших работодателей России 2020 года. Результаты ежегодного исследования представила рекрутинговая платформа HeadHunter. В категории «Небольшие компании» с числом сотрудников до 250 человек на 111 месте уфимская микрокредитная компания «Касса номер один». В число финалистов категории «Средние организации», в которых трудится до 1000 человек, попала группа компаний «СКС Ломбард». А вот в категории «Крупные компании» сразу два работодателя из Башкортостана. Это компания «Байрам» и «Баш Электросбыт». Рейтинг сформирован на основе трехстороннего анализа компаний и работодателей. В первую очередь, это готовность сотрудников компании рекомендовать данную компанию как работодателя для своих знакомых, родственников, друзей. 40% итогового балла зависит именно от данного момента. Второй параметр, который мы оцениваем, это готовность соискателей, опрошенных на сайтах ИХРУ, работать в данной компании. Это еще 40% от финальной оценки. Ну и, наконец, это опрос специального анкетирования ИХР-специалистов компаний. В целом по стране рейтинг возглавила Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». В список самых лучших вошли «Газпромнефть», «Касперский», «Сбербанк», «Марс», «Дубльгист», «Тиньковбанк», «Альфабанк», «Сибур», «Теледва» и «Национальная медиагруппа». В 2020 году на участие в рейтинге было подано около 900 заявок, а общее количество финалистов превысило 500 компаний, что почти в два раза выше показателя за 2019 год. На этом наш эфир подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на РБК.